Когда на передовую приедут северокорейские буряты, очередная операция спецслужб Запада. Александр Ставер, военном обозрении, за 23 октября 2024 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить неизвестного и Ирину за денежную поддержку моей работы. Огромное сердечное спасибо. А остальным напоминаю, что этот канал не коммерческий и нуждается в вашей помощи и поддержке. А также небольшое объявление для потенциальных меценатов моего канала. Там пришло сообщение, что ожил Киви кошелек. Спасибо за понимание. Поехали. Много раз я писал о том, что передел мира идет полным ходом и события будут развиваться с ускорением. То, на что еще недавно уходили годы, сегодня происходит за недели и даже за сутки. То, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало обычным делом. Посмотрите на Израиль. Сколько десятков лет евреи были самым несчастным народом, который всегда подвергался гонениям и даже физическому уничтожению. Что мы видим сегодня? Кто-то еще верит в мирность и доброту этого народа. Кто-то еще не ужасается тому, что творит Израиль на территориях соседних государств, а так называемые цивилизованные страны. Как долго мы были уверены, что фашизм, который мы уничтожили в 1945-м, больше никогда не возродится в Европе, да и в мире. Что мы видим сегодня? Фашистские партии существуют и даже претендуют на власть во многих странах. Я не хочу обвинять народы европейских стран в отсутствии исторической памяти, но посмотрите на карту и вспомните историю Великой Отечественной войны. Все те, кто сейчас вводят против нас санкции, кто помогает режиму Зеленского уничтожать Украину, в 1941-м прислали хотя бы одну дивизию на Восточный фронт. Не только Гитлер воевал с нашим народом, воевала вся Европа. Читаешь официальные документы, которые принимают на Западе, и поражаешься наглости их авторов. Сегодня миру навязываются совершенно бредовые идеи. Кто назван государствами-агрессорами, которые угрожают существованию человечества? Россия, Китай, Иран, Северная Корея. Интересно, Россия, которая никогда сама до вторжения на ее территорию не заходила в Европу, хотя бы несколько раз прошлась по европейским странам? А Китай, Южная Корея, Иран? Когда эти, так называемые, агрессоры были в Европе? Да никогда. Но сегодня они агрессоры. Они, а не те, кто не раз пытался подчинить эти страны. Что это за рыбья память такая? Как у тех же японцев. Прошло пару поколений, и оказалось, что атомные бомбы на головы японских стариков, женщин и детей сбрасывали русские. Большинство японцев в этом уверены. Даже в школьных учебниках тексты об этих событиях составлены так, чтобы у ученика создалось мнение, что бомбили русские. Даже в музеях вы не увидите правды. Много фоторазвалин и несчастных японцев, но нет американских самолетов, нет фото самих бомб. Америка должна быть центром мира. Парадокс. Но сегодня граждане европейских стран страстно хотят быть рабами. Рабом быть выгодно. Выгодно просто потому, что европейские рабы – это элита. Работают другие народы. Европейцы же потребляют. Подъедают объедки с барского стола, и при этом все их проблемы решает барин. Кто-то может сказать, что в каких-то вопросах европейцы самостоятельны. Хоть в каких-то. Начиная с внешней политики и заканчивая искусством и культурой вообще. Америка везде. И именно это стало причиной перерождения самого американского народа, точнее вырождения американского народа. Сегодня американцы уверены в том, что именно они победили фашизм. Американцы уверены, что они первыми полетели в космос. Они уверены, что все хорошее, что создало человечество за последние пару сотен лет – это плод американской мысли, американского разума. США сейчас все самое лучшее. Но самое главное – американцы уверены, что они имеют право решать за все другие страны. То самое – существует два мнения, одно мое, а второе неправильное. Они уверены в том, что их страна имеет право бомбить тех, кто с этим не согласен. Именно так. Имеет право и даже обязана. Американский доллар – это мировая валюта. Вы бы видели глаза простого американца, когда вдруг выясняется, что россияне не знают стоимости какого-то элементарного товара вроде хлеба или молока в долларах, когда не могут назвать курс доллара к рублю, а когда выясняется, что президента Путина действительно поддерживает большинство россиян, мозг Янки просто выключается. Как-то я стал свидетелем одного разговора между россиянином и черным американцем. Я специально употребил слово «россиянин», просто потому что русским был чуваш. Негр рассказывал, как много черных были рабами в США, как они боролись за освобождение, а потом спросил, как собеседник боролся за освобождение, и получил ошеломевший его ответ. «А мой народ добровольно вошел в состав России. Я русский». В эту игру можно играть и вдвоем. События последних лет показали, что для Запада, точнее для США, практически не существует никаких красных линий. Договоры, которые заключались в прошлом, легко отменяются. Правила изменяются. Любые международные организации от Олимпийского комитета до ООН контролируются Вашингтоном и ничего не могут сделать вразрез с решениями США. Особенно это заметно в отношении к Украине. Все то, о чем на много десятилетий твердили западные политики, те самые незыблемые основы демократии, всего лишь пшик, утренний туман, который легко рассеивается с восходом солнца. Наемники, поставки вооружения и техники, слепота в отношении нарушения прав человека, нарушения Конституции Украины и прочее, стали нормой. Использование Киевом запрещенного во всем мире оружия, ну и что? Это же против русских. Применение химического оружия, так против русских можно. Сколько таких вещей произошло за время проведения СВО? Мы говорили о красных линиях, мы играли в благородство. Долго играли, даже слишком долго. А ведь в эту игру можно играть вдвоем, втроем, вчетвером. Поставки вооружений и боеприпасов, так и мы можем закупать у других стран оружие. Зеленский заявил о возможности создания ядерной бомбы на Украине. А почему такую же бомбу не могут создать арабы или кубинцы? Или кто-то в Латинской Америке не подсуетится? И не надо надеяться, что Запад просчитает наш ответ. Проще надо быть тыкать носом в дерьмо, как нагадившего котенка. Надо отвечать на слова и действия Запада. Сколько раз я слышала о том, что надо купировать действия Запада еще до начала этих мероприятий. И что? Продолжаем отвечать, делать вид, что эти действия для нас стали неожиданностью. В Вашингтоне решили продолжать курс на нагнетание обстановки в мире. Многие удивляются наглости Зеленского, который позволяет себе чуть ли не шантажировать западные страны. А мне удивительно другое. Как быстро мы забыли свои же выводы о том, что Зеленский всего лишь кукла в руках Вашингтона. Решение принимает не он, а его хозяева. А то, как воспринимают его выступления в мире, всего лишь дань его таланту актера. А теперь пришло время рассказать об одной операции, которая проводится прямо сейчас спецслужбами определенных стран. Помните, как после визита президента Путина в КНДР началась странная игра в корейский пинг-понг, когда Северная Корея стала периодически сообщать о сбитых или посаженных южнокорейских дронах, а Южная Корея – о воздушных шарах с мусором, которые летели со стороны Северной Кореи. Так начиналась эта операция. Помните заявление Зеленского в Брюсселе, когда он сказал о том, что против ВСУ готовится воевать 10 тысяч северокорейцев? Тогда многие восприняли это заявление как очередную страшилку о скорой Третьей мировой. Чему способствовал и сам Зеленский? Почему-то участие наемников и даже подразделений, например, поляков, не способствует началу Третьей мировой, а северокорейцев способствует. Однако мало кто обратил внимание на еще один факт. Днем раньше в Сеуле заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл проговорился. США встревожены военной поддержкой Северной Кореи, войны России в на Украине. Правда, Кэмпбелл уточнил, что подтвердить это он не может. Дальше события развиваются в ускоренном темпе. В дело вступает Буданов, но не мог же глава украинской разведки остаться в стороне. Буквально на следующий день, после заявления Зеленского, Буданов сообщает подробности. Не 10, а 11 тысяч, в том числе и самые секретные спецназовцы северокорейцев, до 3 тысяч человек. Зачем это уточнение? Да просто для того, чтобы усилить эффект сообщения. Дело в том, что именно этот спецназ во время Корейской войны творил чудеса в глубоком тылу южнокорейцев. Так что участие такого подразделения в войне на Украине должно подтолкнуть Южную Корею к увеличению поставок вооружения и боеприпасов Киеву. Возникает закономерный вопрос. 11 тысяч военнослужащих смогут как-то изменить обстановку на фронте в пару тысяч километров? Ответ дал американский генерал ВВС Пэт Райдер во время пресс-конференции на прошлой неделе. Как вы недавно слышали от нас, потери, которые Россия несет на передовой, чрезвычайно значительные. Более 600 тысяч убитых и раненых. Это просто демонстрирует отчаяние с точки зрения определения дополнительных сил для своих вооруженных сил. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить. Оказывается, это не украинская армия теряет сотни и даже тысячи человек ежедневно, а русская. Это не на Украине отлавливают «добровольцев» в кавычках, как собак на улицах, а в России. И вообще в СУ наступают, а русские засели в глухой обороне. Врать так и врать по полной программе. И знаете, какие основные доказательства используют украинские разведчики? Корейские снаряды и САУ. Если есть снаряды и САУ, значит, ими должны управлять именно северокорейцы. Но это только одна сторона операции. Есть и другая, позволяющая понять, откуда ноги растут. Кто автор, так сказать. Да и генерал Буданов уже столько раз врал, что к нему скептически относятся даже на Западе. И на следующий день после заявления Буданова появляется заявление Южнокорейской национальной разведывательной службы НИС. Правда, южнокорейские разведчики опять решили чуть увеличить количество северокорейских солдат. Теперь это 12 тысяч. Подозрения иностранных СМИ о прямом военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей официально подтверждены. Мы продолжим отслеживать и подтверждать движение военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей посредством тесного сотрудничества в области разведки со странными союзниками. Как я понимаю, Буданов просчитал это заявление и сразу же сообщил о пересмотре цифры. Теперь украинцы заговорили об 11 тысячах 800 солдатах армии Северной Кореи. Разницу с данными НИС легко объяснили тем, что некоторые из корейских спецназовцев уже погибли. В отличие от ГУР, НИС попыталась представить такие доказательства своих слов. Честно скажу, лучше бы они этого не делали. Такой-то опорной работы я давно не видел. Некоторые читатели уже видели кадры маскарада с переодеванием в российскую форму. Снял какой-то очень секретный агент. Даже обидно стало за наших контрразведчиков. Такое красивое видео. Все как на ладони, а они от чего-то не могут арестовать в виде оператора. Привязка к местности есть. Время определить легко. Наверное, НИС давно не встречалась с профессионалами. Особенно меня порадовал следующий факт. Северокорейцам выдали удостоверение личности, согласно которым они стали якутами и бурятами. Вот тут уж точно белый человек не отвертится. Только для европейцев все азиаты на одно лицо, как, впрочем, и европейцы для азиатов. Корейские буряты будут смотреться в 11-й воздушно-десантной бригаде, куда их направили южнокорейские разведчики, как зебра в табуне лошадей. Если смотреть на одного, то можно и ошибиться. Но если это целый батальон, 2600 человек неправильных бурятов, примерно так же выглядят сообщения о размещении солдат на Дальнем Востоке, включая Владивосток, Уссурийск, Хабаровск и Благовещенск. Снимки с дрона разведчика, который летает над Благовещенском, как-то неубедительны. Да и привязки к местности нет. Есть плац и строй вместо выводов или продолжение следует. Операция продолжается, заканчивать ее пока никто не собирается. Американцы заняты выборами, европейцы ожиданием итогов американских выборов. Так что приструнить украино-южнокорейских разведчиков некому. Я сомневаюсь, что целью операции является поиск повода для начала крупномасштабной войны. Это скорее очередное объяснение тому, почему поставки вооружения на Украину не просто сохраняются, но и увеличиваются. Ведь не просто так в Сеуле заявляют о пересмотре своего отношения к этой войне. Крепко надавил на корейские ФБРЖ замгус секретаря США. Мне другое интересно. Если мы подписали договор с Северной Кореей о военном союзе, то почему мы должны не пускать тех же спецназовцев на войну? Одно дело учения, другое дело реальный боевой опыт, реальная война. Нас сильно интересует мнение прогрессивного человечества в лице США и ЕС. В их глазах мы уже давно агрессоры, оккупанты и прочее. Если Запад позволяет себе не скрывать своих планов по уничтожению нашей страны и нашего народа, то почему мы не говорим прямо о нашем ответе на эти планы? Вспоминаю слова президента Путина, которые уже малость подзабылись, но не потеряли актуальности. Хотя, как мне кажется, президент процитировал героя фильма «Бей первым, Фредди». Если драка неизбежна, бей первым. Александр Ставер. Когда на передовую приедут так называемые северкорейские буряты. Очередная операция спецслужб за.